Привет, меня зовут Лиза Монеточка, и я новый наставник Levi's Music Project. Вы спрашивали, когда же будет третий сезон? И вот же и он! Дождались! Программы образования Levi's Music Project в каждой стране очень разные, но их объединяет одна цель – вдохновить и объединить новое поколение музыкантов. Мне кажется, это безумно важно, чтобы человек, который хочет заниматься музыкой, вне зависимости от его возможностей, имел доступ к хорошему и, самое главное, современному музыкальному образованию. Именно этим мы и будем с вами заниматься в течение следующих трех месяцев, вместе с прекрасными преподавателями и наставниками. Присоединяйся к группе проекта ВКонтакте, ведь там очень много ребят, которые так же горят музыкой, как и ты. В этом сезоне я отвечаю за один из трех блоков – самый первый на пути становления артиста. Вместе с преподавателями я расскажу вам, как выйти из творческого тупика, где найти вдохновение и как его обуздать. Мы поделимся нашими секретами, например, как использовать нарезку рандомных слов из поисковика и сэмплирования, чтобы сделать песню. Готовьтесь, потому что кроме теории будет еще и челлендж, и проверять все буду лично я. Я такая господь, я такая метамета. Мой творческий процесс не такой эмоциональный, как, может быть, кажется людям со стороны. Он чуть-чуть более такой холодный, логический, мыслительный. Я как будто бы придумываю какие-то анекдотики. У меня была большая проблема, когда я переехала в Москву. Я столкнулась с такой проблемой, что мне очень сложно писать. Я долго разбиралась, в чем дело, и оказалось, что у меня просто не было в течение дня времени в тишине самой собой. И со мной всегда люди прекрасные, замечательные, но они все равно немножко исключают из твоей жизни эту важную тишину, какое-то личное раздумие на какую-то тему. И я вспомнила, что все мои лучшие песни были написаны, когда я куда-то иду. Живите свою жизнь, вдохновляйтесь, наполняйтесь. Мне кажется, это просто губительно для артиста запереть себя в этой комнате над этим листочком и мучить себя, и насиловать. Потому что когда вокруг меня жизнь, мне без разницы, где я. Я тихонечко говорю, ребят, мне нужно выйти. Я беру диктофончик, тихонечко напеваю. Я люблю подслушивать людей на улице, как они разговаривают. Некоторые мои друзья на это даже обижаются. Я постоянно включаю диктофон, когда у нас идет какой-то оживленный спор, например, с семьей или с друзьями. И потом я это переслушиваю, беру и все всегда использую. То есть то, что говорят люди друг другу, когда они не стараются. Еще меня очень вдохновляют литературные произведения других людей. Все мои книжки исчирканы. Прям люблю вычеркивать какие-то фразы, подчеркивать, записывать все уже в другой блокнотик, оттуда в другой блокнотик. Мне, конечно, приходит первым текст. То есть я думала, я бы могла реализоваться в формате стихотворного сборника. И это одна из моих целей. Вообще, знаешь, что очень полезно? Просто распечатала весь текст из песен, когда ты вот так вот сухо и отстраненно смотришь на эти буквы, на этом листочке, не на свою волшебную песню, которая пришла тебе во сне, тебе сразу видно. Да, эта строчка здесь только до рифмы. Все, смело удаляем, вычеркиваем, сидим, мучаемся еще. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Мне очень нравятся мои вот эти вот уже существующие альбомчики. Когда проходит время, я переслушиваю их, и я просто в шоке от себя самой. Сначала я вспоминала, когда у меня были фортепианные песни. Думала, какое-то чудо, я никогда не смогу лучше. То есть я не из тех людей, кто, например, не любит слушать свои песни. Я их очень люблю слушать. И вообще, очень этим всегда горжусь и не стесняюсь этого. Когда к вам придет, это настроение, это вдохновение. Главное, единственное, я думаю, ничего от себя не требовать. Ну, типа понести себе стандарты, и поверьте, вы не сможете становиться. Делайте это ради себя, и вам уже ничто не помешает. Все равно всегда будет кто-то получше, но ведь и кто-то всегда будет похуже. Ну что, готовы к челленджу? У вас есть ровно две недели, чтобы записать свой хит. Ваша задача взять самые популярные музыкальные тренды и переработать их в своей манере, серьезной или шуточной, решать только вам. Формат записи и ее качество не важны. Главное, ваш авторский подход и ваша оригинальность. И с самыми лучшими я встречусь и пообщаюсь лично. Все подробности ищите в группе ВКонтакте. Пока!